привет всем сегодня мы делаем осмотр mercedes-benz e200 бензиновый двигатель firmatic 2017 года с пробегом 20000 поехали на тест-драйв сегодня поговорим о работе mercedes benz очень давно хотел затронуть эту тему и хочу сказать ребята работают с автосалонами иногда встречаются такие салоны с ними вообще нереально работать то есть когда ты каждый день ладно ты покупаешь один раз машину там в три года это одно это покупаешь автомобили каждый день тебе очень важна работа с дилером на сколько времени ты на это все потратишь иногда дилеры просто ужасные хочу сказать нашим клиентам которые покупают автомобили а будьте терпеливы потому что вот например вот по этой машине я пытался дозвониться до них двое суток видать то ли они в отпуске там продавцы то ли у них мало народу но звонишь попадаешь на 1 спросил у него короче по машине создаются вопросы о том покупаем на фирму как делать оплату до звоню попадает к другому другой продавец а с кем вы разговаривали короче мы мы общались с дилерами с тремя продавцами и вышли на того продавца сейчас с кем говорили в первый раз оба дилера ну короче тяжело вот сейчас с этими работать мы просто нереально не знаю сколько звонков на 15 сделал пока мы договорились сегодня звоню уже говорю можно машину посмотреть на разберется 13 часов шулинг если вы приедете там в течение часа двух то вы можете посмотреть машину сделать и сдать игру сразу подготавливать тест-драйв я приеду посмотрю сделаю тест-драйв мне нужно там минут 40-50 потому что машина небольшой пробег принципе понять на машине все можно и сразу подготовьте мне все хорошо сейчас приехал машина выгнал паспорт взялся заполнил с такими нужно быстрее сразу здесь сейчас все обсуждать и только потом действовать потому что ну прям вот не знаю и кстати с мерседесами постоянно такая проблема особенно с продавцами которые пожилые они видать уже навидались в этой жизни они уже и работать не хотят у них там скоро пенсия и они такие тяжелые ты ему звонишь по 15 раз что ты как ты там ну ты сделал ну ты это я не знаю их там не обучают что ли вот в бмв как-то проще работать они всегда здесь там побольше по моему гоняет их там шулинги им делают там обучают их как работать но с мерседесами не знаю прям тяжелый 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 поэтому уважаемые клиенты наберитесь пожалуйста терпения когда мы звоним по автомобилям иногда не отвечают мы говорим перезвоните нам пожалуйста они мы звоним 8 утра они перезвонят только шик в 16 0 ну да капец короче по этой машине мы добывались информации два дня она у нас по заявлению продавца она не бита не перекро она в идеале он сказал вот сейчас мы будем смотреть в каком она идеале нет еще сделаю короткий тест драйв проверю как он едет ну и дальше посмотрим автомобиль уже вместе с вами как что где на что я нашел есть вмятина на двери на правой да видать дверь открыли и сделал фотографию даже видео клиентов с левой стороны есть царапина на крылья такая небольшие вот штук шесть таких знаете просто так шопнуто все пока больше ничего по машине не увидел салон чистый но не 20 тысяч пробега и скол на стекле скол на стекле которые не хотят делать это конечно не очень приятно хотелось бы чтобы скол сделали у нас 20 минут нам на тест драйв сделал далее мы уже пять минут катаемся и 10 минут сейчас дадим на то чтобы показать вам автомобиль только найти место то что снимать у нас германия не везде можно новый закон вышел датеншуз ты не можешь снимать людей даже если ты снимаешь сам себя селфи и сзади кто-то тебя попал на кадр от и выставил это в интернет то ты нарушил закон ты должен заплатить этому человеку штраф так работает на что у нас по комплектации мы видим у нас не white screen у нас нет дельфинчик а здесь простая панель дельфинчик я называю дельфинчик это вот такая вот подставочка здесь еще под руку она можно и скрол делать но здесь ничего нет камера подогрев сидений тканевое сиденье комбинация с кожей и это хорошо нет люка слава богу я лично не люблю ни люки не панорама это лишнее в машине кому-то нравится как кто-то берет автомобиле только два ключа у нас машина у нас по официального дилера с гарантии стоит лада седан классик гаража мы здесь это и развернемся расход 11 2 834 сейчас мы расход у нас 19 это конечно 834 километр проехал 11 2 расход бензин адаптивные фары не адаптивные простые ксенон 184 лошади у нас четырехцилиндровый бензин кстати капот у него тоже такси закрывается с первого раза не смог закрыть нужно ставить тут все чисто тут все идеально как должно быть на автомобиле при пробеге 20000 зимняя резина у нас надо разговаривать по летней резине за сколы хотел показать тут принципе смотреть я показать вам ничего не смогу даже если я захочу и туда не подлезу и не покажу вам ничего мотор чисто работает ровно здесь смотрите наличие 20 тысяч 17 год за год тут не должно произойти ничего критичного смотрите всегда открывайте крышку здесь открываете крышку здесь смотрите нет и наличие воды или конденсата вот так нужно закрывать что я первый раз закрыл у него здесь дырка осталась думал нифига себе что он битый скол смотрите какой неприятный и он снизу да но если честно стекло менять то есть если я вот так вот сейчас ударю он пойдет дальше так произошло по внешности у него серый цвет ну симпатичный выглядит резина нужно 17 резина на зимних дисках сейчас лето друзья мерседесы или уважаемые дилеры ну как можно продать машину летом на зимней резине нужна летняя салон в идеале такие ключи у них висят вот здесь здесь ключи от машины 110 углы промеряйте обязательно если красят обычно отсюда наказать 118 119 алюминий горит не хочу измерять 122 123 128 короче у него от 110 до 130 117 и это у нас железо 130 119 123 117 разгон 20 микрон по машине металлик 137 125 электрическая крышка багажника и фирматик он 135 116 здесь 107 кстати углы тоже лучше проверять вот эти на потому что если открывает или бьют могут покрасить вот так вот не очень приятно будет когда до 36 500 с машина стоит кстати mercedes сейчас переходит на черный свет мне дилер сейчас дает визитку я еще не видел таких в черная визитка с белыми буквами то есть раньше была белая с черной сейчас черт в черный цвет они переходят типа траур у них что ли не знаю зачем это все делать траур по дизелю а ну конечно 11 и 2 литров по евро 50 если ты заправляешься это прям заявление получается около 18 евро на 100 километров пацаны просто прям шея ломит я даже не знаю ну да бензиновый 184 вот визина даже 184 он будет как-то вот по приеме ты будешь чувствовать этот момент он будет тебе пихать но будет трахтеть здесь как бы для городской езды спокойно тихо нормально не для не до спорта ну что хочу сказать машина не бита действительно она не перекрашивалась в салоне еще смотрели едет она на 20 тысяч хорошо ну чувствуется что машина свежая по комплектации клиента если устраивает почему нет нужно торговаться раз нужно договариваться 2 нужно быть тягу из них все что возможно пускалетнюю резину за этот скол я даже не знаю он сказал нет 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 такое ощущение как будто им там будет она стоять еще три месяца либо мы продаем ее продадим ее сейчас будем просто по барабану она на зимней резине остается мы сейчас будем разговаривать с клиентом они уходят все на переговоры что лечат куда-то она обучение точно обучение пока не знаю купили или нет сейчас будем разговаривать общаться нужны документы короче все же часа три будем собирать все документы отправлять машину зарезервировали чтоб не продала чуть позже скажу что произошло так как я говорил дилеры mercedes делают головную боль так и получилось вместе с этим двухсотым мерседесом мы его купили нам цену не скинули ни копейки так как он есть так он и будет покупали мы его на фирму дилеру нужно кучу документов которые мы ему прислали ему нужны переводы и все это в оригинале человек даже поехал то есть уже прошло две недели после того как мы осмотрели эту машину сейчас снимаем дополнение к этому видео чтобы вы понимали о чем идет речь человек даже сам когда ехал через всю европу говорит я лучше заеду к нему отдам ему документы он приехал к нему отдал документы посмотрел еще с машину все ли его устраивает отдал документы все лично подписал переводы все остальное только тогда дилер согласился продавать этот автомобиль короче mercedes это такое дело но еще небольшое дополнение стою возле mercedes вы видите он продан он был продан уже недели три назад вот и завтра его забирают что я с ним сделал я поменял ему дроссельную я поменял ему сенсор этот температурный насаживаем фильтр потому что машина стояла ну все я надеюсь он проездит прослужит еще долго новому хозяину пробег все-таки 235 коробку коробку поставили другую коробку сделали и теперь она не бьет опять же она простояла две недели у этого мастера который меняли прошлый раз я поменял подушки на моторе привел саму обратно машину говорю она бьет с 3 с 4 на 3 при переключении при торможении ты разгоняешься до 70 начинаешь тут же тормозить и потом она бьет сейчас это прошло этого нет машина едет нормально как положено с хорошей коробкой передаю другого человеку что стоит ждать от этого автомобиля если на нем не ездить я сам уверен что если на машине не ездить то будут постоянные проблемы 235 тысяч пробега что с этим связано что может быть что может случиться возможно это будет скорая замена ну не скоро я думаю 260 270 тысяч может быть может быть если нормальная с него эксплуатировать замена турбины я бы ее поменял при пробеге 250 270 в любом случае потому что турбина это такой продукт это такая часть которая постоянно работает на ее стоило бы потом заменить коробку поставили новый мотор стоит нормальный то есть у него я смотрел и по диагностике нормально все проходит вот сажевый фильтр он нормальный его нужно будет просто погонять сделать так как температурный сенсор не стоял там на его нужно просто прочистить я на нем проехал после того как я это все установил проехал примерно километров 700 машина едет нормально никаких этих сделать развалом и еще раз зимняя резина у меня есть летняя резина на нем сейчас стоит 20 19 диски зимняя резина куча у меня еще есть рычаги верхние ему тоже отдам кстати на один из подписчиков прислал мне рычаги на этот марс я тоже ему вместе с ним отдам у меня еще есть фильтры масло что-то там какая-то и масляный фильтр я имею ввиду топливный фильтр есть и короче все фильтра все что этому автомобилю принадлежит я все передам просто положу в багажник вот и ушла эта машина в болгарию по кузову по кузову нас несколько царапин вот та царапина которая была с правой стороны на багажнике машина она не билась в смысле кроме как вот это вот спереди да небольшой то что я фару там сделать чиркнула она не перекрашивалась в любом случае на железо у него в оригинале салон в идеальном состоянии я бы сказал то есть я даю машину с хорошими мыслями что с ней ничего не будет происходить что она будет ехать дальше и ничего с не будет пробег до 235 тысяч кстати оригинальных оригинальных 235 тысяч и не так много сколов у него по сравнению с нашей audi a8 на 8 было больше сколов я его не хотел продавать кстати человек меня сам уговорил на продажу этого мышца я я его зарегистрировал и хотел на нем дальше продолжать ездить тысяч до 270 до 200 до 300 потому что я ему в принципе все сделали сюда было вложено столько денег и усилий что я даже не знаю если ты будешь смотреть мерс точно такой же по цене там 12-13 тысяч в хорошем состоянии ты его хрен найдешь у него будет старая коробка стоять которая тебе по-любому придется делать потому что 7g а 7g на проблемная коробка вот с моторами непонятно что будет чем его заправляли как-то масло меняли потому что все машины которые пробежали там 150 тысяч они забывают постоянно про официального дилера и никто их у официального дилера не делает это будет практически нереально найти машину которая была бы у официального дилера реально но тяжело очень тяжело я смотрел одну машину искал долго одному клиенту мы осмотрели три автомобиля 3 мерса и ни один из них не купили потому что были в хлам вот если забираю его везу к себе домой чтобы завтра утром встать и поехать на нем забрать клиента кстати я закину сейчас еще все 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 принадлежности которые будут сюда ну блин он в идеальном реально даже кожица хранилась очень хорошо могут чё я тут хвалю его машина есть машина нужно понимать что пробег более 200 тысяч все ребят это был мерс е200 наш мерс который уезжает от нас посещайте канал оставляйте ваши комментарии до новых встреч пока